Снегопадами эта зима Камчатку не баловала, зато пеплопады на полуострове происходят регулярно. Виной всему вулкан Кизимен, молчавший почти 80 лет. Извержение было в 1929 году, всеми не изменяет память. Некоторые его люди описывают, как это очень мощное, свирепое извержение. Но наш первый директор Института локонологии, Борис Иванович Пип, очень детально изучал это извержение, то есть опросил всех местных жителей. На Тумраках в то время стоял табун лошадей. В общем, даже этих лошадей не убрали, то есть эти лошади так и были здесь во время этого извержения. Извержение было достаточно краткосрочное, точно так же выбрасывался пепел, и на этом, в общем, в принципе, все закончилось. Камчатский исполин высотой в 2500 метров проснулся в октябре прошлого года и с тех пор не умолкает. Ежедневные сообщения по радиосвязи теперь как фронтовые сводки. То пепловая туча снова надвигается на Петропавловск, то река посреди зимы разлилась. Во время большого, так скажем, схода водной массы с камнями, огромные камни, там, размером в несколько метров поперечники, и их по руслу ручья протянуло, и всю растительность, которая находилась в пойме этого ручья, просто-напросто снесло. Ниже по реке потом плыли огромные два охвата тополя, которые просто выкорчевывало вместе с корнями. Первыми активность изимена заметили инспекторы Кранутского заповедника, ведь прописка великана как раз на территории этого природного парка. Это вообще чудо такое, и я рад, что я здесь. Собираем пепел для вулканологов, также им передаем фотоматериалы, насколько это возможно, анализы воды. Сегодня Кизимин, пожалуй, самая горячая точка на карте и без того неспокойной Камчатки. Вулкан выбрасывает столбы пепла и пара на высоту до 10 километров. Вулканологи уже присвоили ему оранжевый код – самую высокую степень опасности для авиации. Частицы пепла, вот эти мелкие камушки, пыль, оно налипает. И при больших оборотах эти частицы могут также при налипании сорваться. То есть двигатель либо повредить, даже может произойти самовыключение двигателя. Биологи тем временем изучают влияние пеплопадов на животный и растительный мир. Для флоры пепел весьма полезен, поскольку приносит в почву минеральные вещества. А вот животным, пробудившийся от осна вулкан, может здорово навредить. Звери пострадали. Это же сейчас кормовая база засыпана пеплом. Те же бараны сейчас ходят, кушают травку эту сухую, прошлогоднюю, с пеплом. Лоси питаются. Все зверюшки – все это пепел. Представляете, какая нагрузка на животный мир? На растительный, я не знаю, как это скажется, наука будет смотреть. А бедные животиночки… Кизимин относится к эндезитовым вулканам, которые считаются самыми непредсказуемыми. Поэтому даже опытным сейсмологам сложно предугадать, как он поведет себя дальше. Но уже сейчас можно утверждать, что в район Кизимина весна придет раньше. Из-за теплого пепла снег местами уже сошел. Виктория Оброськина, Виталий Машнигун, ТВ-центр, Камчатка. Виктория Оброськина, Виталий Машнигун, ТВ-центр, Киво, ТВ-центр. История Оброськина, Виталий Машнига, Виталий Машнигун, ТВ-центр. Субтитры сделал DimaTorzok